МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Детектив в Бейске бесследно исчезли баки. Жители в недоумении, а чиновники уже проводят собственное расследование. Нынче не занырнуть. Плавательный бассейн «Дельфин» в лучшем случае запустят в следующем году. Дал позвонить заключенному бывшего сотрудника СИЗО. Обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий. Итак, мы начинаем. В спальном районе Бейска практически на две недели перекрыли движение. В районе Пятой почты теплоэнергетики Сибирской генерирующей компании ремонтируют тепловые сети. Работы запланированы в рамках подготовки системы теплоснабжения города к предстоящему отопительному сезону. В ходе капитального ремонта на улице Липового теплоэнергетикам СГК предстоит заменить больше 200 метров трубы. Работы на объекте сейчас ведутся полным ходом. В настоящее время специалисты ресурсоснабжающей организации проводят монтаж трубопровода. Но не в самом канале, а наверху. Делается это для того, чтобы сократить время отключения горячей воды. Что касается движения автотранспорта, то его ограничили до конца июля. Ну а полностью завершить все работы, включая благоустройство территории, планируется до 31 августа. В старом центре Бейска водитель пазика едва не задавил женщину с ребенком. Дорожно-транспортного происшествия просто чудом удалось избежать. Еще секунда, и какими были бы последствия, представить несложно. Итак, инцидент зафиксировал регистратор, установленный на автомобиле Бейчанина. На кадрах видно, как водитель остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить женщину с ребенком. Как вдруг в поле зрения попадает несущийся на бешеной скорости пазик. Но не заметить пешеходов он не мог. Аварии удалось избежать. Сотрудники полиции уже изучили данное видео. Правоохранители установили предпринимателя и личность водителя. Последнему придется заплатить штраф в размере 2,5 тысяч рублей. Так что Бейчанину, который опубликовал данное видео, можно сказать большое спасибо. В противном случае водитель автобуса мог просто остаться безнаказанным. Мусорный детектив. Всего за сутки в Бейске появилась еще одна несанкционированная свалка. А всему виной стала пропажа мусорных контейнеров. Жители были уверены, что баки увезли на реконструкции. Но это не подтвердилось. Тем временем чиновники уже начали проводить собственное расследование. О версиях таинственного исчезновения расскажет Марина Волкова. История в стиле Ильфа и Петрова. Только со входа в Бейский двор исчезли не ворота, а мусорные баки. Сразу три. Причем один из них был без дна. Но неизвестные, не побрезговав, умыкнули и его. Вчера пришла с того дома, ходит девчонка и говорит, баба мусорных, ящиков мусорных нет. Я говорю, как нет? Я говорю, может быть увезли эти. А она говорит, не знаю, там все понавалено, а ящиков нет. Один, значит, бак, сейчас скажу, там он поддон сгнил, они его откинули, а два стояло. Вчера я, сейчас скажу, во сколько я его носила. Ну, до обеда были. Сами жители пропажу обнаружили только вечером, хотя есть факты, что баков не было на месте уже в час дня. Опрос организаций, занимающихся вывозом мусора, включая регионального оператора, результатов не дал. Чиновники в полицию не обращались. На данный момент проходит с нашей стороны такое независимое расследование по поиску данных контейнерных баков. По данным фактов полиции мы не обращались, не являются нашим имуществом. По мнению управления ЖКХ, к исчезновению мусорных контейнеров могут иметь отношения жители прилегающего частного сектора. Но бак объемом 0,75 куба в карман не положишь и без подручных средств даже в машину не погрузишь. И без свидетелей в данном случае было бы не обойтись. И потому в оперативном режиме мы продолжаем обзванивать все организации, которые так или иначе имеют отношение к мусорным площадкам. Но вот не знаю, там контейнеров как бы нету, мы думали, что они туда их переставили. Однако информацию о переносе площадки в другое место в отделе по благоустройству нам не подтвердили. Да, площадка будет в соседнем дворе, но эту существующую никто демонтировать не собирался. Дело ясное, что дело темное. Есть еще одна земельная версия. Мол, некий предприниматель претендует на этот земельный участок. Вот и начался отжим. Но дома, находящиеся рядом ветхими или аварийными, не признаны, а значит сносу не подлежат. Ценности в придорожной полоске земли для какой-либо застройки визуально нет. Опровергли чьи-либо притязания на узкий клочок земли и в управлении ЖКХ. Тем временем самих жителей больше волнует другое. Они опасаются, что подъезд к их домам за пару дней превратится в большую несанкционированную свалку. По их словам, их мусорная площадка пользовалась у дачников неизменной популярностью. Ну вообще, не только с дачи. И с тех домов вот оттуда привозят, отовсюду. Сколько раз видела, машины подъезжают, бросают, в мешках привозят, всяко. Если баков не будет, то здесь помойка будет. Как стало известно, в данный момент управление ЖКХ изыскивает возможности установить мусорные контейнеры на пострадавшую площадку, не дожидаясь результатов расследования. Вероятно, что они появятся здесь уже завтра. Правда, прежде муниципалитету придется убрать скопившийся более чем за сутки мусор. Марина Волкова, Иван Зяблицкий, Будни. Как и обещали краевые чиновники из Министерства здравоохранения, травматологический пункт Центральной городской больницы заработал в круглосуточном режиме. Соответствующий приказ в ведомстве был подписан накануне. Ждем очередь. Напомним, что с 1 июля по причине нехватки врачей всех людей с переломами принимали во второй городской больнице. Еще тогда в региональном министерстве здравоохранения пояснили, что в Центральной городской больнице работают всего три врача-травматолога. В связи с отпуском одного из них и длительным больничным другого остался всего один специалист. Именно поэтому чиновники приняли решение о временном изменении маршрутизации. Сейчас оба травматологических пункта работают в штатном режиме. В эфире информационная программа «Будни» и мы продолжаем. И вот о чем мы расскажем далее. Нынче не занырнуть. Плавательный бассейн «Дельфин» в лучшем случае запустят только в следующем году. Дал позвонить заключенному бывшего сотрудника СИЗО. Обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий. АЭС Финанс. Тариф поддержка. Сбережение по 13,5% годовых. Бесплатные юридические консультации для членов кооператива АЭС Финанс. Сток-магазин «Евростиль». Платье 250 рублей, джинсы 450 рублей, футболки 150 рублей. До 64-го размера «Евростиль». Улица Вали Максимовой 60. Наверняка вы уже слышали о КПК «Зенит». Самое время познакомиться поближе. Для вас новый тариф со ставкой по сбережениям 20,25% за 18 месяцев. КПК «Зенит». Пора действовать. Сибирский институт управления приглашает получить высшее образование заочно и дистанционно. Государственное и муниципальное управление. Управление персоналом. Экономика. Юриспруденция. Правовое обеспечение национальной безопасности. 8-909-503-70-00. ВИСК. Вали Максимовой 94. Офис 307. Учебный центр «Шарм» ведет набор на курсы. Мастер маникюра. Мастер лэшмейкер. Начало занятий 1 августа. Ждем вас в торговый комплекс «Модный». 4 этаж. Родители. За школьной формой, обувью, рюкзаками и аксессуарами идем в магазин «Радуга». ВИСК. Торговый центр «Фортуна». 3 этаж. Васильево. 44. Информационная программа «Будни» и мы продолжаем. За помощь заключенному придется отвечать в суде. Бывшего сотрудника бийского следственного изолятора обвиняют сразу в нескольких преступлениях. Расследование уголовного дела уже завершено и оно направлено в суд. Уголовное дело в отношении теперь уже бывшего сотрудника СИЗО следователи завели сразу по двум статьям. Это о превышении должностных полномочий, а также получение взятки. Как было установлено весной прошлого года, к работнику следственного изолятора обратился один из заключенных, который отбывал наказание в данном исправительном учреждении. Он попросил сотрудника предоставлять ему сотовый телефон. Конечно, не просто так, а за денежное вознаграждение. Выходя за пределы служебных полномочий, в период с марта по июль 2018 года сотрудник СИЗО получил от заключенного в качестве взятки денежные средства на подконтрольный банковский счет за незаконные действия по предоставлению средства связи. В ходе предварительного следствия обвиняемый своей вины не признал, однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Открытие плавательного бассейна «Дельфин» в ближайшее время ждать не стоит. Напомним, что после ремонта кровли и душевых, когда начали готовиться к запуску, то были выявлены новые проблемы. Более детально изучив ситуацию, специалисты проектной организации пришли к выводу, что угрозу создает сама ванна. Она может просто разрушиться. Так что скорого открытия плавательного бассейна «Дельфин» ждать не стоит. Чиновники поясняют, что до конца года должна быть разработана проектно-сметная документация на ремонт ванны. И только после этого приступят к работам. Ориентировочно это произойдет уже в новом 2020 году. Интернет-игра выплеснулась на Бийский бульвар. Необычное мероприятие в нашем городе организовала инициативная группа бийчан. Сначала это было просто деловое общение, ну а затем появилась идея организовать интересный квест. Подробности далее в сюжете. На них нечасто почивают. Они символ славы. И со временем богов античных им подпевают. Лавр! Лавр! Вы даже не дочитаете? На первом этапе городского квеста задания выполнялись в режиме интернет-онлайн. Команды готовили свои видеоролики-представлялки. Следующий шаг – фотографии исторических мест Бийска. Ответы на скорость. И уже затем из интернета игра выплеснулась на бульвар Петра Первого. Центр Бийска стал главной локацией квеста. Нам по жизни просто все интересно, все новое, интересное, живое, тем более историческое, день города, 310 лет. То есть мы такие активные вместе с супругой. Супруга в интернете у меня фотограф супруга, поэтому она часто в интернете, работа, переписка. Увидела квест. Ну куда мы без супруги? И мы с женой по-любому. Поэтому приняли желание участвовать. Победители получили денежный приз и подарочные сертификаты. Каждая команда стартовала от своего места в задания получали на телефон. Кто первый их выполнил, тот и победил. Пользоваться интернетом не запрещалось. Были задания в стиле «Форт Боярд». Например, в ведре с кашей надо было найти ключ или свитки, спрятанные на деревьях. Мне понравилась идея, как можно с незнакомыми людьми общаться. В принципе, да, то есть команды случайные люди, как они выполняют задания, как они творческие задания. Насколько продуманы задания были, чтобы сплотить всю эту команду. Потому что это достаточно большой труд, чтобы действительно семь человек из разных социальных кругов, разных профессий, разных вообще мировоззрений объединить в одно. По словам организаторов, желающих принять участие в квесте, оказалось гораздо больше, чем предполагали. Победители, безусловно, порадовали подарки и призы. К тому же каждый из участников узнал много интересного об истории Бийска. По большей части связанное все было с городом у нас. Да, это был городской квест, и вот этот квест как раз. Если мы думали, что квесты, которые городские проводятся, это часто на машинах, и что-то кто-то ездит и делает задания ночью, то у нас была цель именно, чтобы это проходило днем, чтобы люди могли участвовать, и дети их пришли, и мужья, и все это проходило в рамках одних. И просто познакомить с городом. Поэтому наши все задания были все связаны также с городскими достопримечательностями и с историей города нашего. Теперь организаторы задумались о следующем квесте. Чему он будет посвящен, они пока и сами не знают, но уверены, это будет также интересно и зрелищно. Марина Волкова, Кристина Мелехова, Иван Зяблицкий. Будни. И пришло время рассказать о погоде. Спонсор прогноза погоды – сварочный центр. Все необходимое для сварочных работ вы найдете именно здесь. Все необходимое для сварочных работ в сварочном центре. Большой выбор полуавтоматов, аппаратов аргонно-дуговой сварки, плазменной резки. Всегда в наличии электроды по чугуну, алюминию, нержавеющей стали, наплавочные, электрогенераторы, стабилизаторы напряжения, грузоподъемное оборудование, талии, стропы. Внимание, новинка сезона. Кованые изделия и элементы художественной ковки и штамповки. Сварочный центр. Иртырская, 32. Телефон 45-25-56. Оперативное предупреждение. Сотрудники МЧС передают резкое ухудшение погоды в Алтайском крае. Завтра ожидается дождь с грозой и сильный ветер. По данным синоптиков, будут осадки местами с градом. Также все это будет на большей территории Алтайского края. Ну а теперь о погоде в Бийске. Завтра, 19 июля, в нашем городе будет облачно. Днем небольшой дождь. Ветер западный. Атмосферное давление низкая. Влажность воздуха повышенная. И о температуре ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 19, плюс 21. Что ж, это все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного завершения этого вечера. Будьте здоровы. Ну и, конечно же, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь чаще. И мы напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях в группах «Бийск мой город», на канале YouTube, а также на сайте газеты «Бийский рабочий» всего доброго, счастливо, пока, еще увидимся.